И все растерял. И еще один мощнейший удар справа. Надо иметь много мужества и крепкую челюсть, чтобы все это выдержать. 14-5 уже. Вполне возможно, что гонг спасет Дилдобекова от больших неприятностей. Ну, в общем, отлегло. Честно говоря, по ходу первого раунда, я думаю, многие, я и многие начали волноваться за то, как пойдет бой. Давайте посмотрим повтор. Здесь не достал, а вот здесь попался. Точным ударом справа, над рукой, в печень, еще слева в голову переводом. И пошла атака навалом. Попал в челюсть. Не попал, а нанес удар. Вот сейчас слева. Потому что там Дилдобеков попался. Он думал, что будет бить по печени слева. А по веткам утарил голову справа. Третий раунд. Дилдобеков стал держаться еще осторожнее. Вяжет руки. Мне кажется, он не вполне пришел в себя. Справа сейчас таким боковым достал Золдобеков. По веткам, прошу просить, достал по веткам. Вот. И по печени, и в голову. И за... Нет, и за первую голову. Бьет, бьет. Бьет как хочет уже по веткам. Мне кажется, ни о какой победе Дилдобеков уже не думает. И не потому что счет 18-5. А потому что в голове туман. И сил уже нет. Мужественный, конечно, спортсмен Дилдобеков. Обратите внимание, такая какая-то ватность в его ударах появилась. Даже когда вот он вроде делает 20... Ну, так дело может... Нет, ну мало времени осталось. Бьет, бьет по веткам. Еще. В принципе, 4 удара, и бой будет остановлен, если он в третьем раунде успеет нанести их. Клинчует Дилдобеков. А что ему еще остается? Закончился. Заканчивается. Третий раунд. 22-7. И никаких сомнений в том, кто выходит в полуфинал. Ну, я думаю, что сейчас тренерские установки уже не могут помочь Дилдобекову. 15 очков разницы, а главное, не это, главное, эффект от ударов по веткина. Ну, а по веткину, что не советую, он все равно выиграет этот бой. Заключительный раунд. Ждет, ждет Дилдобеков. Опасается, встречает, пытается до конца что-то предпринять, но пропускает. Пропускает в ответ. И никаких чудес уже не будет. Справа сейчас как попал по веткина. Дилдобеков успел ударить тоже, но этот удар был ослаблен. Только что пропущен. Снова пробил по веткин поверх руки. И снова уже просто уходит Дилдобеков. Минута с небольшим до конца. И по веткам в полуфинале. Дилдобеков идет бой на выживание. Ну, и, в общем, правильно делает. А как ему еще вести бой? Дать себя нокаутировать? Но, конечно, никаких олимпийских надежд у него уже у самого нет. Есть надежда на то, что можно проиграть подостойнее. Дилдобеков попал сейчас. Хороший, сильный удар нанес Дилдобеков. Но пропустил в ответ уже несколько. Левый боковой. Все-таки сражается до конца. Пробил двойку. Заработал очко. Но ничего уже не изменится. Ничего не изменится. Десять секунд до конца. Еще отличная атака по веткина. Дилдобеков успел ответить. Ну, а вот и гонк. 31-15. Выиграл этот бой Александр Поветкин. Нелегко он поначалу складывался. Однако была уверенность в том, что Александр Поветкин подберет ключи к сопернику. Не могу, однако, сказать, что победа была легкой. Дилдобеков сам бьет достаточно сильно. И пару раз, наверное, испытали его беспокойство. Но все же уверенно победил Александр Поветкин. КОНЕЦ